Привет всем! А ты не забыл, что каждый пройденный день приближает нас к Новому году, праздникам и долгожданным каникулам. Время летит так незаметно, ведь ежедневно мы попадаем в центр самых ярких событий. Именно с ними прямо сейчас тебя познакомит наша творческая команда Универньюз. Меня зовут Аделя Шамилова и мы начинаем. Изучай физику в новом формате. Петровские чтения 2016 открыли свои двери. Все на матч энергетики приняли сборную КФУ. Настал их звездный час. Первокурсники Казани показали, на что способны. Петровские чтения 2016 продолжают традиции летней физико-математической школы-семинара, которая проводится на базе Казанского университета ежегодно с 1987 года. Однако теперь петровские чтения перешли в новый, зимний формат. Какова ее цель? Узнаешь далее. 5 декабря в Казанском федеральном стартовала ежегодная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения». Данное мероприятие возрождает многолетние научные традиции, известные в России и за рубежом международной летней школы-семинара по современным проблемам теоретической и математической физики. Петровские чтения проходят на базе Казанского университета ежегодно, начиная с 1987 года. История действительно такой школы-конференции, школы-семинара, она достаточно уже знатная, более 20 лет. И главные компоненты, которые здесь закладываются, это именно образовательные компоненты. Рассудительные профессора Института физики КФУ приобщают молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Здесь каждый может посетить познавательные лекции или выступить с докладом по новейшим достижениям в теоретической и математической физике. Во-первых, это школа. Это означает, что мероприятие нацелено на молодых. Приглашаются известные ученые в области теории гравитации, астрофизики, космологии. И известные ученые читают лекции. То есть это не узкоспециализированные доклады, а циклы лекций для молодых студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого все участники получили возможность доложить результаты своих исследований. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универтньюз. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета на сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюз. Студенты Елабужского института КФУ вернулись из Индии с Международной олимпиады по робототехнике, которая проходила на днях в городе Нью-Дели. Владислав Старостин, Азат Насибулин и Ислам Хамитов завоевали первое место в прошедших соревнованиях. Авторская программа Леонида Толчинского появится на нашем телеканале Универтв. Программа предполагает ярко выраженную авторскую позицию, сопровождается инфографикой, сюжетами, эксклюзивными комментариями и материалами коллег из федеральных и татарстанских СМИ. В Татарстане подвели итоги переписи холостяков. По итогам управление ЗАГС Тазарстана предложило создать клубы знакомств в сельских районах республики. В парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Среди участников мероприятия – школьники и студенты, состоящие в поисковых отрядах и патриотических организациях. Стоит отметить, что в Татарстане до сих пор считается пропавшими без вести чуть более 180 тысяч военных. Завершилось народное голосование за выбор имени для талисмана хоккейного клуба «Акбарс». Теперь маскота команды официально зовут «Айс Барс». Жительница Татарстана выиграла чемпионат мира по борьбе на поясах. В категории до 57 килограмм Ильвире Салаховой не оказалось равных. Резиденция Кашбабая и Карказы открыла свои двери в Арском районе Татарстана. Резиденция находится в Еловом лесу на берегу реки Ия, 80 километров от Казани. Накануне в Доме дружбы народов прошла презентация книги «Сказки народов Татарстана». В ней нашли место 35 сказок этносов, представленных национально-культурными объединениями в Казани. Студенческая волейбольная лига Республики Татарстан набирает обороты. В прошедшем туре на площадке спортивного зала Казанского государственного энергетического университета энергетики принимали сборную Казанского федерального. За ходом игры наблюдала Василиса Дзюба. Пятницу вечером 2 декабря в спортивном зале Казанского государственного энергетического университета состоялась игра сборных команд КГУ и КФУ в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Для болельщиков данная встреча стала увлекательным зрелищем. На протяжении всей игры нервное напряжение не спадало. Соперники оказались практически равными по силе. Играли до трех побед. В первой и третьей партии сборная команда КФУ оказалась сильнее своего противника, а во второй и четвертой – сборная КГУ. Первая партия была самой длинной. В ней команда КФУ нелегко вырвала победу у оппонентов. Игроки обеих команд успешно проводили пайпы и редко ошибались при подаче. Итоговый счет 27-25. Почувствовав, что противник уступает, во второй партии игры сборная команда КФУ расслабилась, и поэтому плохо принимала мячи. Благодаря этому команда КГУ сравняла счет по партиям 1-1. В третьей партии, наоборот, федералы сконцентрировались и вырвали победу со счетом 25-21 в пользу КФУ. В четвертой партии успех был на стороне противников. Исход встречи решился в пятой партии, где со счетом 15-10 победу одержала сборная команды КГУ. Однако по сравнению с играми прошлых лет сборная КФУ улучшила свои результаты. Игроки обеих команд в равной степени проявили себя, так что нельзя выделить лучшего. Однако ошибки были. Теперь в планы сборных входит исправить их и показать лучший результат на следующих играх. Не получилось то, к чему мы готовились, не получилось исполнять тренерские наставления, то, что он говорил. В общем, я думаю, только из-за этого мы и проиграли. В рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ состоялся турнир по шахматам. Студенты-грассмейстеры, мастера Фиде и просто любители этой древней игры в честной борьбе разыграли переходящий кубок. Кто его получил, узнаешь прямо сейчас. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия. Она и древняя, и вечно новая. Механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией. Ограниченная тесным геометрическим пространством и в то же время безграничная в своих комбинациях. Шахматы. Эта игра выдержала испытания временем лучше, чем все книги и творения людей. Турнир по шахманам в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ прошел в Униксе 4 декабря. Собралось большое количество команд от всех факультетов. В полнейшей тишине ярко ощущалось соперничество и концентрация игроков. Я думаю, что фаворитами являемся мы. Это не гордость, это факт. И не только мы, естественно, эконом. Но еще, наверное, парочку команд могут составить конкуренцию. Но так как система нокаут, то тут все решается конкретно в одной партии. В воздухе будто застыло желание каждого участника первым поставить шахмат. И тогда можно было даже услышать, как скрипят извилины у игроков. Все команды сильны, поэтому попотеть пришлось каждому. В тройку лидеров вошли сборные Института международных отношений истории и востоковедения, юридического факультета и Института физики. Юрфак стал бронзовым призером, обыграв эконом. Первое место завоевал Институт физики, обыграв со счетом 2-1 шахматистов из Института международных отношений истории и востоковедения. В финальной партии самое главное, я считаю, что победила Алина. То, что у нее принципиальный соперник был. Я проиграл на первой доске, в силу того, что я, может, сыграю слабее. Ну и вторая доска, как мы и планировали, должна была выиграть. Вот мы выиграли 2-1. Роман Полинсков, Ильгиз Загедулин, Универ Ньюс. Национальное достояние – это то, что оставили нам наши предки. Неизгладимый багаж, который включает в себя язык, культуру и, конечно же, быт. Так в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт фестиваля «Национальное достояние». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 2 декабря в Актамзаль Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт «Национальное достояние». Фестиваль народного творчества, можно сказать, стал уже неотъемлемой традицией Казанского федерального университета. Курс «Молодежный студенческий конкурс» у нас проводится 6-й год. Я считаю, что оно с каждым годом становится качественного работ лучше и лучше. Вы сами можете убедиться, и, наверное, самое главное, что содержание этих работ с каждым годом более глубже отвечает тем требованиям, которые прописаны в положении конкурса. Это в действительности, вот если посмотрев на эти работы по декоративно-покладному искусству, по этому дизайну, мы можем с радостью ответить, что они отвечают именно народное творчество. Конкурсная программа, как и сама география фестиваля, очень обширна. Номинации начинаются со всеми привычного вокально-хорового исполнительства и заканчиваются дизайном, где юные дизайнеры демонстрируют нынешние тенденции моды с элементами этнического искусства. Знаете, я уже участвую третий год в этом фестивале. Я учусь в этом институте, и так как фестиваль проходит на базе именно данного института, я знаю о нем, знают здесь все об этом, и поэтому я участвую каждый год. Танец у нас основывается на том, что девушка гуляет по лесу, ну, мы по костюму представляем дерево, у нас также есть речка. Вот, девушка гуляет по лесу, где там протекает рядом река. В фестиваль зарадиционно участвуют более 200 студентов и руководителей творческих коллективов крупнейших вузов Приволжского федерального округа, но порой встречаются участники других округов, ведь все хотят показать достояние своих предков, их традицию, культуру и язык. Традиционная культура каждого народа уникальна и необъятна. Тысячелетиями складываются мировоззрение, жизненный уклад, нормы поведений, искусство и ремесла народа. Историческое время, повседневная жизнь отсеивает все, что противоречит экологическим, климатическим условиям. Складу национального характера, здравому смыслу. В глубинах народного бытия рождались неписанные правила, формировали законы сохранения здоровья народа, продолжение рода, его обращенность в будущее. Диана Шилова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. С каждым годом фестиваль «День первокурсника» становится все ярче и грандиознее. Самые талантливые творческие студенты первокурса не перестают удивлять зрителей и членов жюри. Как прошел Казанский фестиваль, узнаешь в сюжете Елизаветы Евтифеевой. 2 декабря в Международном информационном центре состоялся гала-концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2016». В нем приняли участие лучшие студенческие коллективы высших учебных заведений Казани. Сам фестиваль проводится уже в 23-й раз. В фестивале участвуют более 14 вузов города Казани. Но однако же наш фестиваль является открытым казанским, то есть со всей республики могут участвовать разные вузы. Также это как с города Набережной Челны, например, или же с Нижнекамска. Они бороли за звание победителей по различным творческим направлениям – хореографическое, вокальное, театральное и оригинальный жанр. Это была самая настоящая возможность проявить себя при большом количестве зрителей, показав на сцене свои таланты. Так студенты КФУ вокального коллектива «Мелоди» сразили зрителей не только своей красотой, но и оригинальностью исполнения народной песни. Мы выступаем с вокальным номером «Вишня». Он в народной стилистике, но переделан в современной обработке. Эйфория. Невероятная эйфория. Усталость. Потому что буквально 10 минут назад мы приехали с другого выступления. Гала-концерт собрал на одной большой сцене МИЦ и неимоверное разнообразие номеров разных вузов. Кроме творческих коллективов Казанского и Федерального, свои таланты представили и другие вузы города. Особенность этого номера в том, что очень динамичный, веселый, энергичный. В нем нет перерыва, затухания, замедления. Всегда все на очень высоком и большом темпе. И сопровождается это многим количеством поддержек, комбинаций очень быстрых, очень энергичный танец. Мы же представляем энерго-университет, поэтому у нас все танцы очень энергичные. И, конечно же, самые лучшие номера пяти направлений были почетно награждены и удостоены различных званий. КФУ КНИТУ имени Туполева и КНИТУ получили награду за лучшие выступления творческих коллективов. Выступления студентов оценивали жюри, в состав которого вошли режиссеры, артисты, педагоги творческих вузов и представители организаций, учредителей фестиваля. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Пока, студент, не замерзай и не забывай, уходя, надеть шапку. Субтитры подогнал «Симон»!